Приветствую всех в игре с Кам. С вами Роман. И это серия, которая будет посвящена очередному бункеру. Да, на карте еще остались бункеры, в которых Роман не побывал. Сегодня речь пойдет о бункере в квадрате С4. Бункер под номером 9. Вот этот вот бункер сегодня буду лутать. Я здесь опять-таки повторюсь впервые. Ну, собственно, поэтому видео и снимаю. Подошел. Дорога, ворота, главный вход. И вот смотрю, здесь входит робот. Я подозреваю, что там есть еще робот, который контролирует люк. Но через люк я обычно не захожу. Я захожу через вход. Ну, вот я сейчас осматриваю место и запоминаю маршрут патрулирования робота. И есть уже кое-какие задумки. Вот этот слева домик стоит очень весьма кстати. Я сейчас за него забегу. Ни слегка дать не будет. Да, вот за этот домик я забегу. Первый вариант это заагрить его. Вот сейчас на себя вот здесь вот. Он идет вот в этот угол, а я просто бегаю в домик и забегаю в сам ангар. Но в этом случае, конечно, он уже будет в режиме желтым. И второй вариант это вот когда он сейчас отворачивается, идет вот по этой дорожке туда направо. Я в этот момент выбегаю из угла, не забегаю в бункер. Но вот надо посчитать, сколько у меня на это будет секунд. Потому что оно сразу разворачивается. Видите, будет стрелять. Давайте посчитаем. Сколько у меня будет секунд. Ну вот он сюда подходит. И выбегать можно будет вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И он разворачивается. Десять секунд, ребята, на то, чтобы забежать в бункер. У меня, к сожалению, сейчас еще подлагивает неприятно. За десять секунд вполне реально забежать, ребятки, в бункер. Ну, зависит от того, сколько у вас FPS. У меня FPS очень мало, поэтому мне всегда это трудно дается. Особенно если подлагнет, то будут проблемы. Да, конечно же, нужно иметь в виду зомби, ребята. Но вот сейчас, пока я тут иду, вроде зомби никаких нет. Ну, первый вариант, мне кажется, более безопасный. Я его вот туда заберу, он туда пойдет, а потом я побегу. Ну, сейчас давайте сделаем вот такой вариант. Он сейчас развернется, и я побегу. Вот такой вариант, и он сразу меня засек, ребятки. Это плохо. Но, тем не менее, я успел забежать. Ну, просто подлагивает, извините. Но схему вы поняли, да? Если у вас не подлагивает, то как бы успеете. Желательно забегать, когда у него белые фары. То есть он в режиме патрулирования, а не поиска. Потому что, когда он в режиме оранжевом, когда он в режиме поиска, тогда вот так вот, как я, забежать не получится. Почему? Потому что он сразу начинает стрелять. То есть там из оранжевого режима он сразу переходит в режим красный и начинает стрелять. А когда он в режиме белом, он как бы не сразу стреляет, он дает предупреждение. То есть он, видите, там что-то блям-блям-блям, что-то сказал на своем роботовском языке. Потом только желтые фары, и потом только вот он будет по вам стрелять. Так что, в любом случае, вы успеете. Ну вот у меня получилось. Но по-хорошему, конечно, надо было забежать, чтобы он не среагировал. Ну ладно, как получилось, так получилось. Среагировал, ничего страшного. Главное, что я живу. Так, теперь будем смотреть зомби. Повторюсь, что я здесь впервые. Я в этом бункере еще ни разу не был. Сколько здесь оружейных, я не знаю. Сколько здесь этажей, тоже не знаю. Сколько здесь будет зомбаков, тоже не знаю. Я не в курсе. Ну давайте потихонечку смотреть. Ну я думаю, мне почему скажется, что это не большой бункер. Так, вот уже. Вот уже есть зомби. У меня Desert Eagle пистолет. Аня вышла из игры. Так, и забрала патроны на дробовик. Так, поэтому у меня на дробовик очень мало патронов. У меня на пистолет есть патроны. Так, всего лишь два зомби здесь было. Все, ведь больше нет. Так. Сегодня постреляем из Desert Eagle. Так, зомбаков я попозже залутаю. Давайте идти дальше. Сейчас я сперва здесь постреляю в зомби, потом буду лутать. Ну и самое интересное, конечно же, это оружейные комнаты. Я думаю, вас они интересуют. Так же, как и меня армори, пожалуйста, первая комната оружейная. Так, там вниз еще ход какой-то. А это что? Тоже армори, это вторая оружейная комната. Там будут еще зомбаки. Сейчас я сперва всех постреляю. Потом будем лутаться. Ага, здесь выход на поверхность, здесь люк. Понятно. Понятно. Так, ладно, ребятки, я сейчас что сделаю? Пока прервусь, залутаю все, кроме оружейных. Но потом включусь, и мы будем с вами лутать оружейные. Вот здесь, кстати, люк. Можно заходить, выходить. Но я выходить буду, скорее всего, так же, как и зашел через главный вход. Пока прервусь и залутаю все, кроме оружейных, на первом этаже. Обыскал я вот эти вот мешки. К сожалению, ребята, почему-то пусто. У меня даже возникло подозрение, что здесь был какой-то игрок. Ну, почему-то пусто. Ну, нет, наверное, здесь никого еще не было. Так, давайте смотреть. Оружейная комната. Здесь их две штуки. Так, оружейные ящики пустые. Так, ну, на полу я вижу, лежит автомат и каста. Так, давайте вот эти ящики. Пока осматриваю, они пустые. Странно. О, Аня, привет. Подожди, пять минут, ладно? Окей. Просто видео снимаем. Заходи пока в игру, ладно? Хорошо. Так, так, как-то 47. Магазин. Еще один магазин. Макаску. Так, это вот первое оружейное. Давайте смотреть второе оружие. Здесь что-то. Так, ящики пока пустые. Да, странно, ребята, ящики пустые. Ну, может так и должно быть, а может здесь кто-то побывал. Странно, обычно. Хоть что-то бывает, а тут в этот раз вообще они все пустые. Как ни странно. Так, магазин для свал. Свету-шумовая граната. На М-82. Глушитель, компас и фонарик на дезерты. На М-16 магазин. Так, ну вот у меня АК есть, патроны на него надо. Тут только рожки. Так, пойдем дальше. Офис-лаб. Офис-лаб. Ну, пока вот эти офис-лаб залутают, пока прервусь. Так, залутал я. С лутом вообще плохо, ребятки. Что-то не знаю, вообще все бедненько. Давайте вот эти ворота открывать. Смотреть, что там. Так, стоп. А я их открыть даже не могу. Это что, весь бункер? Вы серьезно? Ребята, смотрите, я их открыть не могу. Так, это все? Вот он и весь бункер. Так, тут же я все залутал. Ну, в общем, ребята, очень бедный бункер, очень маленький. Странно, я думал, тут будет еще проход. Но нет, эти ворота не открываются. Все, вот и весь бункер. Тут вот эти офисные помещения. Но я тут уже все залутал. Ничего не... Две оружейных комнаты и все. И больше ничего нет. Так что я, наверное, буду выходить, а что он тут еще делать? А, нет, ребятки, я ошибаюсь. Пути с лестницей на второй этаж, видите как? Нет, это еще не все. Так, странно, что я не заметил. А, так это и так и не скажешь, что это дверь. А, тут ее и нет. Я вот эту дверь не заметил. Пойдемте на второй этаж тогда. А, тут вон еще и туда ход есть. Хм, поторопился, я думал, что все, нет, не все. Болтаю не белым. Так, депозитарий, это нам не нужно. Оруженный шкаф, может, тут будут. Это я потом все залутаю. Так, депозитарий. Сейчас я это все лутану и продолжу, когда на второй этаж пройду. Иду на второй этаж. Тут уже зомби. Поранил. Посмотрим, будет ли на втором этаже что-то ценное. Внизу две оружейных уже. Я залутал. Посмотрим, что здесь. Может, тут тоже оружейная комната. Так, у меня дробовик такой простенький. Шестизарядный. Так, офис. Это нам не нужно. Ну, я потом все это залутаю. Сейчас просто пока пробегусь. Офис тоже не ту. Так, а это вот куда у нас идет? Учебный класс. Или что-то такое. Так, это я все потом сам залутаю. Давайте искать оружие. Ну да, это вот как, ну, не знаю, что это тут. Нет, не учебный класс, тут как бы больница. Ладно, я потом ее осмотрю. Здесь комната, экзамен room. Экзаменационная комната. Ну, собственно, и все. Давайте пойдем в другое кроу. Это я все потом залутаю. Смотрю все эти комнатки. Давайте теперь вот это вот. Вот это крыло посмотрим. Там, по-моему, тоже зомби. Давай, пожалуйста. Еще будут. Так. Комната управления. Ну, это тоже я залутаю. Так, а здесь? А здесь тоже комната управления. Ха. Все, ребята, больше оружейных комнат здесь нет. Внизу. Я оружейный шкафок, кстати, тоже нет. Внизу две оружейных комнаты, и все. Так, я пока прервусь, все это залутаю, а потом будем выходить отсюда. Так, залутал я, ребята, весь бункер. Но я там не стал включаться, когда зомби отрезались. Все-таки тут зомби есть. На видео они все не попали. Там где-то шесть зомбаков отрезалось. Я их всех расстрелял. Вот. Сейчас буду выходить из бункера, но перед тем, как выходить, покажу вам тот лут, который я нашел в этом девятом бункере. Ну, самое ценное, это АК-47. Магазины, кстати, к нему пустые. Патронов, по-моему, нет. Вот патроны на МК-18, 5,56. Патроны на Desert Eagle, 50-й калибр. И 9-мм патрон. Так, это у меня было с собой. Ну, вот рожки, опять-таки, на АК-47, на свал, на Desert Eagle. А, это мой рожок. Так, ну вот и все. Пистолет, пистолет это мой. Из оружия только вот АК-47. Остальное все, обвесы и чуть-чуть патронов. Вот. Гвозди, бинты нашел. На дробовик, по-моему, 5 патронов тут было. Вот и все. Веселый, ребята. Две оружейных комнаты. Ну, давайте теперь выходить. Выходить, я думаю, так же, как я заходил. То есть, я побегу вот за этот дом. Он когда уйдет туда налево, справа дом, и я за этот дом побегу. Так, сперва нужно, кстати, идти всегда вот так вот. Не бегом, а шагом обычно. Давайте, кстати, сейчас сперва я проверю. Вот, может быть, вот сейчас уже можно выбегать. Сейчас посмотрю, какой у него там радиус обзора. Вот он сейчас разворачивается. А, ну, он не видит, в принципе, вот когда он выйдет, уже можно, кстати, на корточках будет ползти. А когда он пойдет налево, я встану и побегу. Вот такая тактика. Просто он на шум реагирует. А я груженый. Поэтому он меня может просто услышать. Давайте попробуем. Так, встану и пойду потом. Вот сейчас уже можно. Ну, давайте пешком пойдем. Сейчас он развернется налево. Сразу же. Нет, у меня тут не получилось. Не получилось. Видите, надо было бежать. Неправильная тактика, ребята. Надо было сразу бежать. Видите, я почему-то думал, что он боком не увидит, он боком меня увидел. Так, сейчас, ребята, попытка забрать свои вещи. Боком он меня заметил. Видите, как. Странно, я просто не всегда знаю, как эти роботы... У них все как-то всегда по-разному бывает. Один раз так, другой раз по-другому. В этот раз он меня заметил боком. Хотя не должен был меня боком заметить вообще никак. Так, где мой труд? Где я умер, а вон, где я умер. Ну, не знаю, как тут его летать. Ребята, бок нам видит. Только со спины нам надо. Боком он оказывается видит. Пошел куда-то. Далеко пошел. Может, сейчас на берегу он далеко. Тут странно, куда он пошел. Ребята, ребята, он далеко пошел. Да, куда он, ребят, пошел далеко. Кстати, это лайфхак. Так вот его обмануть. Где он? Слышите, это, кстати, хороший лайфхак. Из-за угла выгрузим куда-то, вон туда пошел на гору. Как ты рисуешься, типа? Только пока не отвлекай. Хорошо. Давайте еще раз так вот, влечем. Это что, правда? Реально, такой лайфхак я нашел, чисто случайно. Это реально работает. Ну-ка, давайте попробуем. Он куда-то туда на гору пошел. Когда он тут меня заметил, он куда-то пошел на гору. Давайте попробуем еще раз этот лайфхак. Правда, почему я пошел на гору? Сейчас посмотрим. Сейчас, если снова он пойдет на гору, то это, ребята, лайфхак. Как забегать в булки? Куда он пошел, куда-то на гору? Одеваемся. Так, оружие тут у меня не было. Или было там оружие? Слушайте, ну это рабочий лайфхак. Так, оружие там еще где-то. Валяется оно, наверное, там где-то оружие. Так, где он? Он уже здесь. Ну-ка, давайте еще разу к этому лайфхак. Такой обман робота. Я выглядываю, и он идет туда на гору зачем-то. Ну-ка, сейчас проверю. Да, да, вот везде он идет на гору. Нет, в этот раз на гору не пошел. В этот раз он тут кочумарится. Ну все, забавляем с ними. Нет, вот он сейчас снова идет на гору, видите? Какая рабочая схема. Пошел на гору. Так, мне оружие взять. Все, вали на все. Короче, вы поняли рабочую схему? Я вам ее трижды показал. Даже, наверное, хорошо, ребят, что я вам не знаю. Выглядываете вот из-за этого угла, и он туда уходит на гору. Я не знаю, зачем он так работает, но это, ребята, реально работает. Сейчас я буду уже выходить отсюда. Вон, видите, подходит. У него почему-то ума не хватает вот здесь пройти. Может быть, я не знаю, ему столб мешает. Но он вот так вот все обходит. Весь бункер он начинает обходить. Хотя нет, тут он здесь проходит, видите? То есть, почему обратно он проходит, а тогда туда он зачем-то начинает все это обходить. Так, все свое барахло, ребята, я подобрал. Давайте я вам сейчас еще раз продемонстрирую этот лайфхак. И буду отсюда выходить. Смотрите, как это работает. Еще раз вызываем четвертый. Выглядывая, но он начинает обход вокруг горы. Смотрите. Он сейчас будет обходить. Сейчас пойдет в обход, наверное, опять. Правильно я помню. Он тут вообще теперь забагался. Ну, сейчас он пойдет. Видите, вон, пошел в обход. Пошел обходить. Так что можно валить отсюда. Ну, вот так, ребята, это все работает. Короче, вы, надеюсь, поняли. Так. Все. Я отсюда ухожу. Ну, вот такой вот бункер. Ну, что сказать. Две оружейных комнаты. Ну, и уровень сложности, наверное, я этому бункеру дам все-таки не 4, а 3 балла. 3 балла я ему дам, потому что, ну, на выходе я умею просто по глупости. Там нужно было не... Сразу бежать. Вот он пошел и сразу нужно было бежать. Потому что боком они тоже видят. Так что вот так вот. Бункер номер 9. Две оружейных комнаты и сложность 3 балла. По моей оценке. Все. Спасибо за внимание. И увидимся в следующей серии. Будет видео по очередному бункеру. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok